Мы с Матвеем пришли в ДНС по гарантии сдавать материнскую плату. Мы еще не успели оплатить кредит, материнская плата уже пропала звук. В течение 20 дней нам должны ее проверить, или вернуть деньги, или заменить плату. Матвей, конечно, хочет, чтобы заменили плату. Ну и хочет посмотреть в ДНС, что здесь есть. А мне интересуют пылесосы, но это отпариватели. И я сказала своей семье мечту, робот-пылесос. Все удивились этой моей мечте. Я им сказала стоимость. Вся он где-то прочитала, что тысяч 20 с чем-то стоит. Они, короче, сказали, что я зачем столько много тратить денег, и они бы убирали бы, оказывается. Пока я не увидела этого рвения к уборке. Так, фильтры для, или фильтры для пылесоса. У меня здесь робота пылесоса не вижу пока. А, вот они, роботы-пылесосы. Так, стоимость. Идем, идем подороже смотреть. Восемнадцать, шестнадцать. Ну, я прочитала, что Xiaomi, это отличный робот-пылесос. Ну, может быть, вот Philips еще можно. У кого есть пылесос крутой такой? Напишите в комментариях. Плитак. Так, а вот это что такое? Такое, не знаю. Ой, все, конечно, это хорошо. Вот эти все штучки. Но пока будем ждать. Я вообще хочу, конечно, знаете, что совсем другого. Ой, какая интересная штучка. Две пятьсот. Всего лишь. Двести пятьдесят. Двести пятьдесят. Восемьсот пятьдесят. Да, пылесос бы нам, конечно, не помешал, робот. Чтобы мы были заняты своей умственной деятельностью, записыванием, видеоизучением, что происходит в мире. Икры компьютерные, пылесос бы сам помылся. Мы смотрели, мы пришли со светофора. Обычно мы с Вовой на машине. Мы, короче, еле дотащили, пакеты ворвались. Но здесь у нас лучше, чем в светофоре. У нас какие-то коржики. Медовые, да? Медовые? И вор себе делает. Это можно что-то показать? Открывай, помнишь. А-а-а! Это хлеб. У нас производство надо налаживать уже, Вова. Как хлеб назовем? Медов. Хлеб по-захаровски. Да? А здесь у нас в городе очень много захаровых. Значит, очень пойдет, дойдет. Открываем бизнес. Сейчас буду давать минимальные проценты. Пахнет. Потому что просто в текаре нам что-то работа не заводит. Ты же на дядю не хочешь работать. В общем, так. Сейчас буду делать обзор покупок в светофоре. Егор уже отрезала кусочек хлеба. Вот какой у нас хлеб получается. Еще какие-то это еще, кажется, не все. Давай кого-то, где я в духовку покажу. Это остатки теста. Первый этаж. Ой, какие-то козельчики. А мы только печенье купили зря. Ну, печенье дождет, да? У нас тут там денег видно, наши красавчики. Вова открыл производство. Так, инвесторы, пожалуйста, отзывайтесь. Мы будем, Вова, будешь работать таким вот, как это называется? Пекарь, повар, шеф-повар. Отстань. Отстань, говорит. Сейчас как раз самое время бизнесом заняться. Вернуться к старому. Давно забытому. Кого открою? А, я думала, надо будет, будем, откроем предприятие. Печку и выключим. Печку и выключим. Вова же у меня был, Вова пекарь и аптекарь. Немного как-то, ракурс изменился, не знаю. Как-то включу видеокамеру, непонятно там. В общем, Вова пекарь и аптекарь. Когда мы познакомились с ним, мы сразу рассказали все свои таланты. В то, что может. И он сказал, что он работал пекарем. И были времена, что даже пирожками торговал сам. Ночью он все это. Жарил пирожки, пек. А днем им помогали, ходили по базару, продавали. Поэтому талантов моего мужа очень много. Если бы еще кто-то... Идей, конечно, тоже много. Но нету, им нужны инвестиции. Вот. Так что обращайтесь. Мы можем забабахать. Вова может и моему бизнес-план это все. А он все может реализовывать. Для того, чтобы сделать обзор покупок из светофора, мне нужно было, чтобы все удалились из этого помещения. Иначе все были голодными. Кто-то разобрали вот эти сосиски. Сейчас я уберу хлеб. И здесь я буду раскладывать на этом столе свои покупки и рассказывать. Прикрою так же пакетом, как Вова делает. Ну и все. И начинаем обзор. Так, чек нужно найти. Значит, вот чек покупка наша. 2733. Значит, сосиски. Большие сосиски XXL. Мне понравились. В прошлый раз мы покупали. Значит, стоимость этих сосисок. 214 рублей. Вот эта упаковка. Такие колбаски аппетитные. Щедрая Сибирь. Эта упаковка 154 рубля. Дальше. Дальше. Вот такая колбаса. Тоже производитель. Щедрая Сибирь. Колбаса сухая, без мяса птицы. Вот это 206 рублей. Вот эта палочка. Сервелат Венский. Ну, это колбаса второго сорта. Но стоит упаковка это 119-120 рублей. Но дети любят делать пиццу из этой колбасы. Уже много раз рассказывала. И жарить яичницу. Как раз она подходит на этих целей. Орешки с озущёнком 118-90 рублей. Тесто 30 рублей 80 копеек для пиццы. Если воваж не захочет сам делать такой хлебный напиток, ну, это лимонад какой-то 16 рублей. Матвей очень захотел. Он увидел рекламу или друг рассказал. Вот такой кофе капучино. Сказал, что очень вкусно. Но я не могу пока сказать. Потому что только обзор покупок. Килька по 28 рублей. Да, килька по 28 рублей. Мама любит кильку. И это хорошая килька обжаренная. Это уже говядину я показывала. Очень вкусно получаются макароны по-флотски. Так, купила два разных сыра. Значит, в светофоре есть сыр. Как содержанием молочного жира, так и заменителем молочного жира. Значит, цены, конечно, отличаются. Вот этот по 369 рублей. Этот по 337. Это я за килограмм говорю. Здесь без заменителя молочного жира. А другие сыры уже там в цене по 200 рублей. То есть, здесь на 236. Здесь на 148 кусочек. Сметанковый и монастырский. Так. Что еще не показало? Еще у меня есть, значит, вот такой пакет. Здесь у меня три курицы. Вот эта курица суповая. Очень вкусный суп из нее. То есть, она мясная, худая такая. Она 70 рублей выходит где-то одна курочка эта. Очень хороший навар. И там у меня рыба с кумбрией. Она была такая большая. Ну что, показать, наверное, надо. По 110 рублей. И она такая большая. Больших размеров хорошая. Можно сварить. Посмотрите. Видите, такая. Ну, 110 кумбрия. Это... Ну, дешево. Свежая, видно. Была еще горбуша маленькая по 170 рублей. Но я вот что-то горбушу не всегда... А, еще по 169. И такие индюши. Индюшиные. Ну, голень индюшиная, в общем. Так. Сейчас посмотрю. Голень индюшиная. Так, в общем, с кумбрией я купила, оказывается, 3 килограмма на 326 рублей. А голень я купила на 179 рублей. То есть, одна голень 60 рублей вышла. Курица суповая. Да, они по 70 рублей одна курица. Так. Подарок нам подарили за 1 рубль. Вот такое масло. В прошлый раз я покупала за 50 с чем-то рублей. И... Что еще хорошее, хочу сказать, купила хорошее. Вот такая туалетная бумага. Здесь 20 рулонов. Не знаю, как там качество. Ну, я хоть просто, чтобы она была у нас. И мне не приходилось бесконечно там ходить за туалетной бумагой. Сейчас скажу стоимость. 21 штука. 112 рублей. И это еще не все. Последнюю покупку покажу сейчас. По таких вот мороженого сникерса по 30 рублей. Так, разварила макофи. Вот это вот. Здесь такая большая. Большой такой стикер. И здесь что-то такое маленькое. Читать я не умею. Ну, чоколад какой-то, наверное. Вот это, ну, красоту такую. В общем, получается, если здесь 20 пакетиков, 180 рублей, то по 9 рублей один пакетик. Вот такого макофи. Получилась такая вот красота и вкуснятина. Я попробовала без шоколада вкусно. И теперь с шоколадом как будет. И еще я сделала покупку для души. И сейчас вам ее покажу. Смотрите, я купила себе лилии. Многолетние лилии высажу на клумбу. Луковицы. Там одна луковица. По 39 рублей, по-моему. Ну, в общем, по 40 рублей. Я долго стояла там. В ящиках продаются клубни георгин. Еще пионы продаются. Ну, по-моему, пионы по 160 рублей. А георгины по 109. Могу ошибаться. Ну, в общем, я подумала, что георгины нужно выкапывать на зиму. И я не уверена, что я смогу это все отследить. И они у меня, ну, как-то переживут зиму. Пионы, я подумала, что они цветут очень короткое время. Ну, в мае. Да, цели и все. И куст потом сидит. А лилии, мне кажется, они дольше цветут. И они тоже разрастаются, по-моему. Ну, начнем с лилии. В общем, вот такой обзорчик у меня получился. Нежданно-негаданно, да? Начали мы с ДНС и закончили цветофором. Я устала. Это же я после пробежки. Я даже джинсы переодела и все. Возили эту материнскую плату. Надеюсь, у нас тоже с ней все пройдет благополучно. Ну, сейчас Матвею некогда сидеть за компьютером. И он мечтает выйти, тоже бегать по утрам. Ну, посмотрим. Всем пока. Пишите комментарии. утрам. Всем пока. Спасибо.